МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов, днем плюс 12, плюс 17. В горах местами 6, 11 тепла. В Черкесске утром кратковременный дождь, ветер западный 5, 10 метров в секунду. Ночью ожидается от 6 до 8 градусов со знаком плюс, днем 15, 17 выше нуля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увидела свет интересная книга под названием «Психотип в глазах поэта». Это синтез стихов и научных трудов. Автором этой книги стал студент Института культуры и искусств КЧГУ имени Умара Алиева Алибек Артабаев. Алибек – творчески одаренный молодой человек. Он пишет стихи, увлекается музыкой и психологией. О содержании книги, о своих увлечениях и планах на будущее Алибек расскажет в эти минуты в нашей студии. Мои соведущие были Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Алибек. Здравствуйте. Я благодарю тебя за то, что ты приехал сегодня к нам в гости из Карачаевска. Ты парень такой творческий. Видимо, свою роль сыграли гены твоей мамы. Она известный музыкант, композитор, педагог. И ты тоже решил, видимо, свою жизнь этому посвятить. Я знаю, что ты не просто начинающий писатель, ты поэт, ты музыкант. Учишься в Карачаево-Черкесском государственном университете в Институте культуры и искусств. В каком направлении конкретно ты сейчас работаешь? Направление молодежное, хип-хоп или рэп, более лирическое, более посвященное любвеобильным темам. То есть все-таки музыка? В большей части. Ну, поводом для нашей с тобой сегодняшней встречи стало то, что ты издал вот такую прекрасную книгу. И те, кто ее читал, говорят о том, что ты ее читаешь и становишься чуточку лучше. И даже я хочу отметить тот факт, что прибыль с продажи этой книги пойдет на благотворительность. Я бы хотела узнать о содержании этой книги. Вообще, это маленькая книжка, чтобы люди могли любить и понимать друг друга. Просто для любви не надо много. А так это научные психотипы и в стихах поведения каждого психотипа, его осознание мира, его понимание слов, отношение к себе. Чтобы люди могли к тому или иному человеку находить особый, определенный, правильный подход. То есть я так понимаю, что сюда вошли не только твои стихи, а и научные труды? Да, да. В первую очередь научные труды. Они просто были там очень нужны, потому что люди стали немножко не понимать друг друга, расходиться в мировоззрении. И это, на мой взгляд, нужно было, чтобы люди смогли себя и других полюбить и понимать в правильном смысле этого слова. Ну, а насчет того, что прибыль идет на боготворительность? Прибыль идет на боготворительность в первую очередь людям детских домов и детям-инвалидам. И, ну, немножко нуждающимся людям, чтобы, не знаю, посыл был правильный, чтобы... Скажи, пожалуйста, вот ты свое будущее каким видишь, каким рисуешь? Ну, на самом деле у меня несколько идей было. Ну, в основном вот книги, поэзия, музыка и... В общем, творчество. В общем, да. Я благодарю тебя за то, что ты принимала участие сегодня в нашей программе. Спасибо вам. И желаю тебе дальнейших творческих успехов. Взаимно. Новых книг. Спасибо еще раз. Спасибо нашей гостиной. Республиканская детская библиотека завтра в 16.00 приглашает всех желающих стать участниками «Библия ночи» – книга «Путь к звездам». В этом году всероссийская акция посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Ну, а наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание отдела публицистики. Хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова